Здравствуйте! На библейский портал Экзегет пришел вопрос, как сочетать смирение и руководящую должность? Соломон в притчах говорит, придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными мудрость. Действительно, настоящая мудрость, она так и называется, смиренно мудрее. Смиренный начальник — это великий человек, когда он не имеет представления о том, что есть всего два мнения, как говорится, мое и неправильное. Когда умеет слышать подчиненных, когда ему важна цель, и любой, даже самый дальний подчиненный от системы управления может сказать свое мнение о том, как правильно, и отбросив свою гордость, начальник может сказать, да, мы поступим так, как сказала Мария Ивановна, потому что так правильно. И все тогда знают, что начальник поступает правильно, а не по-своему. Это, кстати, очень относится к тому, что такое главенство мужа в семье. Когда надо поступить не по-своему, а правильно. Если это совпадает, прекрасно. Если не совпадает, надо смириться. И в этом смирение. Удивительно то, что если начальник человек смиренный, то его значительно легче слушаться. Потому что и гордость подчиненных никак не выявляется. Понимаете? Ведь смиренный человек, он прекрасно понимает, кого, например, можно, кому можно выговорить на людях, а кому можно только отдельно. Человек может услышать замечание и справиться, когда с глазу на глаз ему это спокойно говоришь. А на людях он может вскипеть и уйти. Он может не выдержать. Сколько он может понести? Если ты ищешь для себя смирение, и твоя гордыня у тебя болит, и ты понимаешь, что эта боль может причинить боль окружающим, ты можешь стать прекрасным начальником. Тебе тяжело будет наказывать. Но это твоя обязанность. Ты должен, да, изменить злого из среды вашей, сказанного в Священном Писании. Бывает такое, что ты должен наказать. Бывает такое, что ты должен удалить, уволить человека. Но за каждого подчиненного перед принятием решения, если ты помолишься, если ты взвесишь все, то у тебя будет правильное решение. У преподобного Варсонофия Великого в его вопросах и ответах, Иоанна Пророка, и у Иоанна Листочникова встречается одна и та же мысль, относящаяся к монастырю. Правда. Но я думаю, что этот принцип можно перенести на управление вообще любой группы людей, которые находятся в вашем подчинении, что польза одного не должна перевешивать вред многих. То есть понятно, что вот этому человеку, если его выгнать из монастыря, он там в миру совсем погибнет. Но если он соблазняет всех остальных, то надо заботиться о всех остальных. Это горько, это тяжело, но это бывает. Так надо поступить, потому что начальствующий, можно вспомнить слова апостола, не напрасно меч при поясе носит. Иногда надо вспомнить о том, что любое начальствование имеет функцию пресечения генерации зла, чтобы зло не разрасталось. Если, допустим, кто-то из подчиненных ворует, если ты ему сказал, он это продолжает, то это развратит всех остальных. Ты не можешь это позволить. Но еще очень важно, как ты делаешь замечания. Вот у меня был такой удивительный случай в моей молодости, когда мы приехали на такую нужную небольшую операцию, привезли нашего старшего ребеночка в Филатовскую больницу. И сидели в очереди к хирургу, договорились, который принимал параллельно приезжающих деток с травмами. Поэтому мы сидели и ждали, когда он освободится. Кто-то там с вывихом, у кого-то порез, ссадина, перелом или что-то еще. И вот входит одна бабушка с внуком и, не обращая внимания на очередь, начинает рваться вперед. Хотя никакой тяжелой травмы у ее внука нет. Но она так нагло себя вела, что все остальные, видимо, просто воспитанные люди были, что они умолчали. Ну ладно, дешевле себе, чтобы она прошла. И вот выходит этот раб Божий Андрей и мгновенно понимает ситуацию, обращаясь к ней, она на него начинает напирать, чтобы он принял ее первым. И он ей говорит, а человеку 30 лет еще нет. Он говорит, вы значительно старше меня, мне будет неудобно вам делать замечание. Пожалуйста, сядьте, я к вам подойду. И вот твердость вместе с уважением к возрасту так на нее подействовала, как никакие другие аргументы о том, что очередь не поняла. Она села и замолчала, ждала очереди. Понимаете, как сказать замечание? Но надо сказать, что начальников, которые не гордятся, не возносятся над своими подчиненными, а щадят их, их очень любят. Вот так любили Александра Васильевича Суворова. Потому что, знаете, его современники описывают такое его качество, что он мог, допустим, перед решающим боем вместе со своими генералами пойти обходить биваки, солдат, и с ними советоваться. И вот он приходил и спрашивал, ну, молодцы, а вы как думаете, как завтра надо действовать? И вот они говорили наперебой. И он совершенно выключал свою гордость на это время и слушал внимательно, говорил, вот так правильно, вот мы так и поступим. Запомните, завтра то-то, 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 то-то. То есть, если человек смиренный, он может услышать правильное мнение и поступить по нему от любого другого. Конечно, такого начальника будут все любить и просто на руках его носить. Субтитры создавал DimaTorzok